Привет и Триборн! Поехали! В данном видео я расскажу вам про ужасы детского мультсериала «Паровозик Томас» и его друзья. Детский? Чё-то, по-моему, никогда не детский. Если вам всё понравится, то вторая часть не заставит себя ждать. Капец, это был детский сериал. На этот раз ты попался, Степни. Ты станешь прекрасным металлоломом. Капец. Чё-то как-то страшно. В Томасе стали обычные сказки о троллях, которые травили в Депо остальные паровозики. Сами рассказываем, сами верим, как это бывает. А знаете, какие байки и истории самые загадочные и интересные? Какие? Ну, это рекламка. И травят их не только... Так, я думал. Давайте мы шмотнём. Ваши директы, вызвай, друзья, припра и разброскажи курс на победу. Сегодня у нас пойдёт речь о, казалось бы, странном произведении для разбора. Томас и его друзья — это книги, мультсериалы, фильмы и мультфильмы для детей. Детей, блин. Чё-то, не знаю, откуда... Чё-то, что-то детское, блин. Рассказывающее о разумных паровозиках, обитающих на вымышленном острове Содер. А почему только... Ох, господи, нифига, ещё они все... Как будто бы это, я не знаю... Пух какой-то странный. Книжная железнодорожная серия начала выходить ещё в 1945 году. Давно. Капец, какая-то упорная штука. И автором изначально выступил Одрю Уилберт. А потом ему стал помогать его сын Кристофер. А знаете, на кого похож? На Сандерсон? Серия получила огромную популярность с первых же выпусков и понеслась. Игрушки, аттракционы, 25 сезонов мультсериала. Сколько? 25 сезонов! А сколько там по серии? По 20? Выходящего по сей день. 14 фильмов разных форматов. Казалось бы, всё хорошо. Ну и дофига ещё фанатского, наверное, творчества, да? Дети в восторге. С ужасами. Однако, если вдруг тот же мультсериал, особенно ранние его выпуски, начнут смотреть подростки или взрослые, то у них могут возникнуть определённые вопросы. Ну-ка. Что там говорить? Некоторые моменты могут привести человека, особенно впечатлительного, в ужас. Сейчас мы с вами... Его просто муруют. Вы что, издеваетесь? Во всём этом мы разберёмся. Давай. Не расскажите нам об этом вагоне. Старый медленный вагон. Он тут много лет. Когда... Блин, чувак, озвучек это знакомый. В это время его разломают. Далеко хренеть, может, не надо? Уже в третьей серии первого сезона, вышедшей в 1984 году, нам преподносит урок невероятной жестокости. Ну-ка. Напомню, что паровозики в этой вселенной – это разумные создания. Они говорят и думают, едят и пьют. Испытывают эмоции, могут смеяться и плакать, чувствуют боль. О, Господи. Какой садист нарисовал паровоз у лицов? Днём они работают, но ночью спят в своих домиках. Так вот, в указанной серии, которая называется «Грустная история Генри», нас знакомят с этим самым Генри. Паровозика только что покрасили свои новые одежды. Блин, такая стрёмная у него рожа. Это капец, прям страшно, как будто бы ужасы. Он очень гордился. Из-за дождя он решил укрыться в туннеле и не решался выходить из него, даже когда вышло солнышко. Почему? Дождь испортит мою окраску. Ты чё, кончишь? Я такой красивый, зелёный, с красными полосками, сказал он. Команда Генри, состоящая из машиниста и кочегара, уговаривала его, но он отказывался. Пытались разрешить ситуацию другие работники железнодорожной линии, но всё... А, они его тащили, да? Не получалось. Приехал сам толстяк-инспектор или толстяк-инспектор. Но и он не... Его так и называют? ...смог повлиять на Генри. Паровозик боялся, что если снова упадёт дождик, то его краска облезет. Да успокойся ты, чувак, она уже высохла 10 раз, поэтому ничего ей не угрожает. Что же в итоге было решено сделать? Возможно, Генри нужно было объяснить, что краска уже высохла и дождь не сможет её повредить. Да нет, зачем? Толстяк-инспектор приказал разобрать рельсы, чтобы паровозик не смог выбраться. А после его частично замуровали с двух сторон. Я не понимаю только зачем. Он и так не хотел оттуда никуда выбираться. Зачем тогда ему... Его муровать, непонятно. И оставим тебя здесь навсегда, навсегда, навсегда. А, он в Человека-паука, блин, чувак, озвучил, точно. Генри лишили угля, и он был вынужден день за днём смотреть на проезжающих друзей, которые почему-то вместо поддержки над ним издевались. Серьёзно? А Мордон говорил, ту-ту-ту, так тебе и надо. Нифига себе, какие они злые. Где-то детский мультик называется, капец. Ну а посыл в конце серии просто замечательный. Ну-ка. Но, по-моему, он заслужил такое наказание. Заслужил за то, что просто боялся. Вы нормальные там, нет? Правда? Да, в следующих эпизодах Генри выпустили из заточения. Ну, хоть так. Но он просидел так долго, что его краска облезла. Чтобы вы понимали, то, что я сейчас вам рассказал, это всего лишь цветочки. Дальше будет лучше. Давай. Лучше или хуже? Потрясающая история произошла в 16 серии второго сезона. Тут мы узнаём, что на острове Содер кипят страсти, словно в каком-нибудь мексиканском сериале. Оказывается, паровозики и вагончики не совсем друг с другом ладят. Да это мы заметили, типа, в предыдущей серии. Да последние шутили над своими выдыхающими пар коллегами. Во время поездки вагончики использовали... Выдыхающего пар, типа? ...пользовали свои тормоза зами для движения всего состава. Из-за этого паровозики могли приехать в нужное место не вовремя. Ну и что же в таком случае делали наши добрые паровозики? Само собой, они били поганые вагоны, после чего они вели себя несколько дней более послушно. Ничего себе. Зачем? А зачем они вот так делают? Ты еще получишь! Как-то раз вагончик... Какая гича... Они опять расшалились и стали использовать тормоза. Паровозики Джеймс и Дуглас решили... А зачем они так делают? Вообще вагончики немного непонятно. ...учить засранцев. Дуглас стал подталкивать состав сзади и в итоге разломал одного из негодников в щепке. Вагончик разлетелся. Самое... Вы нормальные там. Это вот показываете детям и читаете детским фильмом, мультфильмом. Тут 18+. Просто в этой ситуации было то, что смерть этого вагона полностью проигнорировали. Охренеть. Никто не пострадал. Его раску... А вагон? Уроченное тело просто отправили на свалку. После этого случая остальные вагоны вели себя какое-то время хорошо. К паровозикам в этой вселенной, как вы уже стали догадываться, относятся как к пустому месту. Все знают, что они разумные и во многом не отличаются от людей. Как я... Просто эксплуатируют, как будто рабство какое-то. Как я говорил, они чувствуют боль, просто тела у них состоят из дерева и металла. Тем не менее, с паровозиками делают все, что угодно. Их могут просто так отправить на переплавку. Бросить, словно мусор, переименовать и сделать много других неприятных вещей. Так, дорогая, зайдешь попозже. Ты знаешь, мой расписание сладкий. Уброшенный... Это что, это что ли, какой-нибудь, как его зовут? Робоцепт? Паровозов судьба вообще крайне печальная. Они просто гниют там, где их оставили. По всему острову, то тут, то там можно встретить ржавые каркасы этих уже мертвых существ. Оказаться в таком положении может любой из них. Переплавка, сказал Эдвард тихо. Дуглас возмутился. Не произноси этого слова. У меня колеса дрожат. Еще бы, блин. Которая случилась в 21 серии третьего сезона. Нам наглядно показывают, что паровозы у людей на Судере не более чем рабы. Каждый из них боится переплавки, которая может произойти в любой момент. Бедные существа приходят в ужас об одном только ее упоминании. Типа, эта же штука их убивает. Провозов, совершив какой-нибудь даже самый незначительный проступок, могут в страхе спрятаться в каком-нибудь укромном месте, чтобы избежать смерти. В каком они укромном месте могут спрятаться, если как бы они постоянно находятся на рельсах? Типа, в любом случае их могут найти. По рельсам пройдешь и найдешь. Одного из них, Оливера, Дуглас нашел на одной станции. Его хотели переплавить, заменив на более нового раба. Но что ты здесь делаешь? Скрываюсь. От чего? Да как ты думаешь-то? От переплавки. Самое интересное, что машинисты и кочегары в курсе такого обращения с паровозами и часто стараются помогать им по мере возможностей. Ну ладно, хоть кто-то с ними обращается нормально. Так вот, Дуглас кое-как смог вывести Оливер на свою станцию. Правда, в итоге за такой добрый поступок друзья Дугласу настучали на него толстяку инспектору. Ну мрази. Хорошая, добрая атмосфера в коллективе и ничего не скажешь. Согласен полностью, ты берешь какой-то. Калвсяк инспектор должен знать, сказал Джеймс. Дуглас должен ему сообщить, добавил Гордон. Идем дальше. Зачем? Первая и вторая серия четвертого сезона произошли сразу два замечательных в кавычках события. Нам объясняют, что на острове Содер не любит, когда паровозики ведут себя не так, как нужно. Если они веселятся, не выполняют вовремя свои обязанности, ездят не особо аккуратно, то с ними может произойти какая-нибудь неприятность. Например... И неприятность, это я говорю, это мы вас переплавим, да? Первый шел у нас Смаджера оторвали ноги. С него сняли колеса и поместили в сарае, превратив его тело в генератор. Вот так, Смаджер перестал смеяться. А я напомню, что паровозики в обсуждаемой вселенной чувствуют боли. Да, мы это поняли. Все человеческие эмоции. Ну это жесть, конечно. Детский мультик! Как Смаджера еще сильнее, его разместили напротив железной дороги. Капец. Чтобы он до конца своей жизни из сарая наблюдал за проезжающими паровозиками. Жизнь его, правда, была недолгой. Вскоре железную дорогу, где он находился, закрыли. Большую часть паровозиков роботорговцы распродали, поменяв им при этом имена и окраску. Смаджера же отправили в утили за ненадобностью. Примечательна судьба еще... Капец, потеряли из-за того, что просто помогли паровозику? Конец истории. Потом сарай паровозика затопило, а сверху его накрыл оползень. Так герцог и пробыл в своей тюрьме многие годы, пока, наконец, группа энтузиастов не нашла его и не отремонтировала. О, жесть. Следующая история... А, еще музыка такая, типа, радостная. В истории роль жертвы опять отводится вагончикам. Вот это лицо, конечно, жесть. События развиваются в 20-й серии 4-го сезона. Вагончики расшалились и стали прикалываться над паровозиками, распевая обидные песенки. Что же сделал главный герой этой истории Оливер? Все верно, он разорвал самого голосистого вагончика по имени Скраффи на части. О-о-о-о-о! Я сейчас лопну Остальные Какая дичь Проводчики все видели и подначивали Оливера к расправе Давай, закричал так Молодец, молодец Толстяку инспектору до этой ситуации делал особо никакого Там нормальный? Нет, что происходит? Он лишь пробурчал себе что-то под нос И приказал всем возвращаться к своим обязанностям В 25 серии 4 сезона нам объясняют Что на Содоря не жалуют не только озорников Но еще и слишком угрюмых рабов В этой истории под горячую руку попала баржа по имени Булстроуд Она постоянно ворчала, что вагончики слишком медленно делают Странно очень имя на самом деле Однажды один из паровозиков в Персе То ли не успел вовремя затормозить То ли нарочно скинул с причала на баржу аж 5 вагонов с камнем Ой, я нечаянно В результате вагончики были отправлены на свалку А Булстроуд была выброшена сотрудниками причала на пляже То есть получается, что даже работящие паровозики, вагончики и баржечки Некоторыми людьми совершенно не ценятся И с ними поступают как с мусором Хотя последний факт уже, я думаю, вас не удивляет Постой-ка здесь, дети будут играть на тебе весь день Купец, это прям очень жестко До сезона события принимают совершенно отбитый оборот Оказывается, что убийство среди паровозиков в порядке вещей Мы уже слышали про вражду паровозов, вагонов и барж Которые часто приводят к чьей-то смерти А теперь познакомимся с дизелями Эти ребята любят выслеживать обычные паровозики и убивать их Да-да, вы не ослышались В нашу историю заблудившегося Степни подкараулили два дизельных амбала Они оттащили беднягу к станции переплавки И запустили механизм уничтожения Прощай, Степни, сказал дизель Тут даже, блин, цветокорб такой для ужастиков подходит В последний момент паровозик был спасен оказавшимися поблизости людьми Правда, не потому, что они были добрыми А потому, что Степни был недавно отремонтирован И все еще представлял определенную ценность Дизеля, к слову, так и не наказали Да, нам надо только улыбаться и всем гудеть Такие дела Капец, вы что, издеваетесь? Как это вообще можно назвать детским мультиком? Все на сегодня Если вам понравилось, ставьте свой чук-чук вверх Спасибо, не обижайте паровозики Не все из них будут это терпеть Вот он прыгает Офигеть, сожрал Следующая история, которая случилась в 21 серии 3 сезона Нам наглядно показывают, что паровоз у людей на Содере не более чем рыбы 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 Нам объясняют, что на острове Содер не любит, когда паровозики ведут себя так никак Как, никак, никак То есть получается, что даже работящие паровозики, вагончики и баржечки Хуяржечки Хуяржечки Паровозик Томас очень крутой Он может ударить вас своей круглой ногой Но не стоит при нем показывать свой ум Ведь паровозик может сделать бум Хуяржечки Умри, падла, умри Какая дичь Блин, ролик офигенный получился у Звездного Капитана Спасибо ему за это большое Я, на самом деле, вообще не понимаю, как это можно вот назвать детским мультфильмом Это же прям, жесть, какая страшная, криковая херня Около, спасибо моему подписчику, за то, что попросил посмотреть Видасян Если вам понравилась реакция, лайк, подписки, комментарии Не забывайте прожимать бубенчики, если интересуются ссылочки в описании С вами как всегда был Реборн, спасибо за просмотр, всем пока